Андрей Петербургский вышел из Владивостока в Одессу в ноябре прошлого года. Позади больше 11 тысяч километров. Большую часть пути путешественник преодолел пешком. Я хотел просто пройти землю ногами, как в старину ухаживали. Потому что когда ты идешь ногами, ты очищаешь это пространство, если у тебя чистая душа. Вы представляете, 8 тысяч километров я почистил. И не только духовно. Я выкинул с дороги все камни и весь мусор, который был на левой стороне, на 8 тысяч 100 километров. Все! В непростой пеший поход странник отправился лишь с одной целью. Он выступает за объединение и дружбу славянских народов. Только славянское братство, только любовь к славянам. Больше ничего не привлекает. Абсолютно. Ни физкультура, ни свежий воздух. И это достаточно у меня этого. Кругом. Под Петербургом, на моей родине, в Сибири, еще больше, чем на дороге. Я могу уехать на речку, на Сибирскую, и ловить там вот таких вот рыбин. 8 месяцев и 3 дня. Столько длилось необычное путешествие Андрея Петербургского. Это его третий и самый длительный поход. Странник рассказывает, дорога выдалась интересной и увлекательной, а местами даже опасной. В Одессе гость из России остановился в одном из корпусов Свято-Архангела Михайловского женского монастыря. Впрочем, время от времени Андрею Петербургскому приходилось ночевать в палатке. А однажды зимой пилигрим замерз до смерти. Я видел все на том свете, все, что есть. Взмолился обратно, сказал, что мне надо до Одессы. И в ту же секунду меня вернули в спальник. Я уже был замерзший. Руки не разгибались, пальцы не разгибались. Этой же зимой в походе чужестранцу исполнилось 60. А с наступлением тепла появились новые заботы. Я закатывал, закатывал рукава. Все, не могу. И я их оба оторвал. И пошел. Теперь уже дышит вот эта штука, видите. Она и снизу дышит, и здесь дышит. Рюкзак весом 40 килограммов пришлось освободить от спальника и зимних принадлежностей. Изношенные сапоги и другие вещи Андрей отдал в различные музеи по дороге. При себе оставил самое необходимое. Это типа одеяла. Вот я им укрываюсь. Видите, какое большое, да? Одеяло. Это у меня обувь. Раз. Это у меня маечка дополнительная. Два. Это у меня брюки. Такие вот спортивные. Три. Это у меня топор. Четыре. Это у меня рубашечка. Такая же вот, как эта. Видите, да? Одинаковая. Сюда. Вот этот плащ. Вот здесь эта надпись. Вот. Атаман. Сотник войска написал мне вот эту надпись. Чтобы этот плащ сохранил меня для Отечества. Он сохранил меня. То есть мне больше всего жалко было журнал. Потому что если он промокнет и испортится, то самый главный артефакт похода. Здесь же все на свете, понимаете? В повседневной жизни житель Санкт-Петербурга занимается строительством деревянных домов. На время путешествия возведение зданий пришлось приостановить. Вот только близкие странника таких увлечений не разделяют. Нет семьи теперь. Была. Теперь в планах Пилигрима вернуться домой в Питер. Автостопом, а если найдутся деньги на поезде. То есть от Одессы вообще восторг до содрогания. Пешие походы Андрей Петербургский собирается продолжить. В ближайшие два года он планирует совершить поход от Одессы до сербского города Белград. Светлана Меркулова, Виталий Прус, телекомпания АТВ.